Улица Муравьёва-Амурского на три часа превратилась в огромное арт-пространство. С обоих сторон дороги, собственно, как и на самой дороге, чего тут только нет. Интерактивные площадки, фотозоны, арт-объекты и самое главное, куда же без живой музыки. Что за силовая движуха, что нужно сделать? Это силовой экстрим, турнир называется турнир орков. То есть собираются самые сильные люди Дальнего Востока, ну и выполняют, вот они текают лонглифт, бревно, текают автобусы, поднимают камни атласа. То есть нестандартные упражнения, это необычные силовики. Сегодня абсолютно уникальный случай. Здесь на улице стоит мобильная установка для воздушной гимнастики. Их в России всего три. Одна из них вот здесь у нас в Хабаровске. Скажите, вообще, как получилось, сколько у вас спортсменов, сколько вы привезли сюда? У нас учится более 400 спортсменов. Здесь только малая часть. Представлено воздушное болотно, воздушное кольцо, дети от 5 до 18 лет. Сегодня 35 машин, самое лучшее коллекции, которые нравятся людям. И сегодня такой фурор, такой же ажиотаж. Людям интереснее пройтись, они нам потрогают. Не просто, когда мы проезжаем и уехали. А когда в единственном месте, может, люди вообще воскликнуты. Это единственное, лучше любого схода. У вас очень здорово проходит, почти как в Москве, как на Арбате. Я был в прошлом году, я просто был в шоке. Друзьям говорю в Владивостоке, там так здорово. Они говорят, да не может быть. 164. А ты красив и молод. И молодеешь с каждым днем. Хочу, чтобы Невельскому памятник поставили, чтобы и в веках все помнили о нем. Отличное настроение. Все классно, все здорово. Спасибо всем организаторам. Мы счастливы. Не обошел своим вниманием фестиваль и глава краевой столицы Сергей Кравчук. Сергей Анатольевич, ну пару слов. Я вот уже вижу очень много людей, которые действительно благодарят за такой праздник. Как удалось и какие дальнейшие планы? Ну, вы знаете, это действительно феномен. Я такого нигде не видел. А вот Хабаровск отличается тем, что жители поддерживают такие вот инициативы, поддерживают вот такое вот общение. Ведь это радость. Это то, что сегодня не хватает Хабаровску. Такие фестивали необходимо проводить как можно чаще, потому что люди выходят, общаются. У них вот эта вот внутренняя накопившаяся энергия, она остается здесь. Они все добрые, посмотрите, они все улыбаются. Они такие счастливые. И дети, и взрослые. Тебе нравится праздник? Да. Что ты вот здесь делал на этом празднике? Расскажи мне. Ну, я сфотографировался с машинами. Сфотографировался с машинами. Так, еще что. Раскрашивал и станет. На фестивале множество разных активностей. Есть даже потрясающая единорожка. Я, конечно, высокая, но не настолько. Здравствуйте, единорожка. С какого вы роста? Почти три метра. А может быть, даже выше. Насколько тяжело ходить на таких длинных, потрясающих ногах. Ну что, это день города. Мне здесь все легко. Сегодня здесь свои локации представили более ста участников. Я думаю, что не покривлю душой, если скажу, что собрался здесь весь город. Нам для того, чтобы дойти от улицы Держинского до Комсомольской, казалось бы, небольшое расстояние, потребовалось больше двух часов. Потому что каждая площадка притягивает к себе внимание. И организаторы обещают, что в следующем году будет еще круче.